Совершается таинство уколов, внутривенных инъекций. Ольга Головатова, говоря о новом здании фельдшерско-акушерского пункта, часто прибегает к таким поэтическим сравнениям. Экскурсию прерывает визит пациентов, у малыша простуда. Серьезных проблем нет, но при необходимости здесь можно провести и несколько видов обследования, например, сделать электрокардиограмму. Но все же главное, что некогда ветхое сырое здание преобразилось кардинально, буквально за месяц. Сделали великолепный ремонт, потому что это здание мечты. Честно вам скажу, мне очень приятно. Я до сих пор не могу поверить, что я в таком здании работаю. Я думаю, неужели я дождалась, и наши все жители села, двух сел, дождались этого момента, когда приятно зайти, приятно вообще людям посидеть и подождать. Не ощущаешь вообще, ну, как бы вот забота о людях, это самое главное. Пациенты тоже пока никак не могут привыкнуть к переменам. Здание капитально отремонтировано, завезено новейшее оборудование. Пришли и не узнали свой медпункт. Такой красивый, так здорово отремонтировали, светлый, чистый, прям душа радуется. Чуть больше месяца назад в поселке побывал глава Сочи. К тому моменту дороги были уже приведены в порядок, газификация шла полным ходом. Пришла очередь заняться и фельдшерско-акушерским пунктом. Он находится в Дубравном, но обслуживает и жителей соседнего села Каштаны. Было такое принято решение главой города, значит, выполнить просьбу жителей отремонтировать это здание. Мы совместно с администрацией округа и с ТОСом, мы провели дальнейшие работы по благоустройству территории, прилегающей к ФАПу. Активисты говорят, охотно откликнулись еще и потому, что увидели, жизнь в селах меняется к лучшему. Переоборудуются, становятся более комфортными остановки, проведено уличное освещение и программа по благоустройству все расширяется. Преобразования, которые произошли не только в здании фельдшерско-акушерского пункта, но и на территории рядом с ним, еще не завершены. Здесь предполагается обустроить место для народных сходов, собраний и праздников.